Надо прямо сказать, горячий такой, но насколько он знает Священное Писание, насколько это конкретно, он говорит это сразу четко, конкретно. Вот такая книга библейская, такая глава, такой стих, ну, когда себя сравнишь такими, ну, чем тщеславится-то? У меня этого ничего не было. Вот он к чему говорит, ну, что, он что-то тут увидел, а где он мне тут, вот он и где. Ну, другие люди там отзываются как-то, а я бы еще тщеславился-то. Он об этом тут обо мне не говорит, просто. Сейчас о тщеславе. Я-то, видите, к ним претензии имею, ко всем. Почему они людей привязывают к себе, а не к Богу, а не к Слову Божию. Я как раз упоминал его уже не один раз. И Ткачева упоминал, и как Андрей Кураев говорит, Игнатий меня по всем кочкам протащил. Я посмотрел, я вот 120 раз упоминал Андрея Кураева. Андрей Кураев не верит, что самые высокие горы были покрыты водой. Я говорю, тогда это Евангелие от Кураева надо уже читать, а не Евангелие от Матфея. Меня-то этим они в угол не загонят никак. Я должен сказать, ну, людям дайте направление к Слову Божию-то. Ты отошел, и все погасло. А экран погас, ничему не научился. А когда прямо показано ко Христу, он сам берет тогда Евангелие, считает, ууу, мне сколько пишут. Впервые я открыл для себя, что Библия – Слово Божие. А я все время долблю святая Библия, святая. И таких людей столько новых находится. Их надо у ног Христа усадить-то. Вот задача-то какая-то. Люди не верят в Христа. Игнатий Тихоевич, для людей Христос – это что-то земное, прибитое в храме на кресте. А Христа от небесного они не могут. Я вот сегодня только разговаривали с человеком. Ну вот, начинаешь, ты веришь в Бога, да? А кто Бог? Христос. А ты веришь в Царствие Небесное, что ты после смерти обретешь новое тело. Да это же вера, и человек-то, для него эта вера далека абсолютно. Христа земного они верят, а небесный для них недоступен. Поэтому вот для них батюшка близкий, такой нарядный, красивый. Вот он и что, зачем вам Христос-то? Да. Я вот посмотрел сейчас новый фильм, поставили 10 серий, а Григория Распутина – «Столетие, а со дня убийства». А я видел хороший фильм. Ты уже посмотрел его? Да. 10 серий, 10 серий. Ты все 10 серий посмотрел? Я прям захлёб подряд все смотрел. Да, хорошо поставлен? Ну да. Видите, я уже отвечал на этот вопрос, что в России не было большего пророка, как он. И момент смерти его, за, возьму я, допустим, 5000 лет, никто о своей смерти не мог сказать, как он сказал. Я уж не говорю, что Нострадамус, там, о нём и прочее. Дело в том, что катаклизмы вселенского масштаба, и предсказаны были в трёх вариантах. Если убьют просто крестьяне, ничего не будет. Или какие-то англичане, американцы. Если убьют дворяне, значит, дворяне будут на 25 вышвырнуты из России. Если из царской династии будет кто-то, под корень всё будет Бог вырубать. Вырубит всё. Два года не прошло, царя расстреляли. Это никто нигде никогда не говорил. Он единственный кричал, папа, то есть царю, не начинай войну, не начинай, замирись. Нет, народ будет объединяться. Царь вообще ничего не понимал. У меня раньше, когда я беседовал с Александром Менем, Дмитрием Дудко, Глебом Якуниным, я задавал один вопрос, который для меня не совсем понятен был. Как царь, такой умный, со мной, кстати, с таким каким-то Распутиным. А Распутина-то ничего вообще не было. Более оклеветанной личности не было за мировую историю. Потому что масоны на базельском съезде поставили задачу дискредитировать. И притом ничего нигде не подтвердилось ни разу. Ни разу. У меня вопрос теперь такой. Как такой пророк Божий мог знать со таким химым царем? У меня перевернулось все в голове. Как? Царь-то кто он такой? Зачем он это начинал-то? И он ему сказал, что будешь под корень вырублен со всем семейством. Если только ты, сейчас царь, ну, меня не тронут, 200 лет, еще там 100 лет, столетия будут династии стоять. И теперь верят. И это одно из ста пророчеств, которые говорил. Это не Антонштадтский никто не говорил. Умер Ленин, умер Сталин, Наполеон. Никакой роли не было. От Распутина сразу две мировые империи пали. Две монархии ушли. И тогда уже Генненбург приходит. Тогда уже приходит Гитлер. И дальше. И смерть Гитлера вообще ничего не изменила. Смерть Распутина изменила мировую историю. Вот есть... Ну, а так, а так, если вот предположить, допустим, ну, а что могло бы случиться, что за мировая такая фигура Распутина, на что он мог повлиять, чтобы не случилось такого, что он мог при ней сделать? Ну, если теоретически, то так. Царь бы, чтобы поверил ему, и у царя-то были знакомы, на остров Мальту куда-то скрылся, там где-то среди монахов, чтобы никто его не знал, нигде не нашли. Тогда второй вариант, или там какой-то, мой, на три варианта было. Но случилось именно самое последнее страшное. И о смерти его пишут, и фильмы снимают. Почему? Это от Бога. От Бога. Это знаковая фигура за тысячелетия. Я до конца разобрался. Все о нем фильмы, все, что можно было, посмотрел, молясь. Канонизировать он. Не надо канонизировать. Не надо. Вообще канонизации не должно быть никакой. Но он от Бога. От Бога. Это единственный в мировой практике человек, который говорил, ну отступись, иначе сгорит все. Никто. Это ни Вильгельма никто не удерживал, ни Николая Первого, ни Петра Первого со шведами воевать. Никто никогда, нигде. Все воюют, воюют. И он один был. Это подцепит с высшей мерой. И масоны поставили знак дискредитировать. И что о нем было сказано? Он гулял, распутничал. Проверки же ничего не было. То двойника подсадили масоны, то еще что-то. Ничего не было. Совершенно за ним Ник. Временное правительство создало специальную комиссию, в которой был блок, писатель, поэт Александр Александрович. И закончилось чем? Ничего не подтвердилось. Не то, что он царисты там знался, не то, что там выдавал министров. Там назначал. Все фальшь оказалось. Все абсолютно, все. На последней точке. Гитлера уж как ненавидят евреев. Но. Ну, 6 миллионов, холокост. Но и о Гитлере масоны не сказали тысячной доли, что они сказали о Распутине Григорию Пимовичу. Вот штуцца какая. Почему? Ну, от Бога это, от Бога. От Бога. Значит, этот человек особую благодать приобрел. А нам что делать? Молиться. Больше ничего нам не дано. Быть внимательным. Ну, а вы не допускаете, что Грозного так живут, так левитали Иоанна? А в чем обвинили его? Что в Скове по 500 человек каждый день казнил? Это в житиях святых написано. Это жития святых. Никуда не делать. Каноны составлены. О том, как Корнилию руку отрубил. Он вышел благословлять. Он с крестом его руку отрубил. Настоятель Псково-Пещерского монастыря. Это изверг был. Там клеветать не на что было. Зверюга. Зверь. Иоанн убил своего сына. Теперь что, не было. А за этим ничего не было. Кроме того, что он в паломнических групп походил, поклонялся. Не было ничего. Ну и что? Ну, может, он погрелся. А пророк Давид чем меньше зла натворил, что ли? Нигде он не покаялся. За шахматной доской так и помер. Шесть раз женился. У Распутина ничего этого не было. Из святых, которые по Библии самые высокие – это Ездора. У людей, у православных, у других – это Григорий Пивович Распутин. Вот это две фигуры в равной степени в своем отрасли можно смотреть. Я это докажу в течение буквально одного часа любому. Притом, сегодня все опубликовано. И вот он там сексуальные возможности, какие фильмы, все это порнография. Сегодня говорят, все это не было и было по заказу. Ничего не было. Совершенно ничего не было. Хотя бы одно событие было подтверждено. Ни одного. А этих событий на него тысячи навалили. Святой черт там и Леодор там писал и другие. Сегодня мы насчитали, какие фильмы нам ставили. Речь идет о десятках фильмов. Лучшие артисты играли. А потом все опровергали, ничего не было. То есть выдумка была сплошная. Но Бог допустил избраннику своему пострадать. Я не знаю, кто у меня икона его повесил. Я к нему как относился, возьми Гурьянов, Кронштадтский. Все относились в высшей степени положительно, как к святому. Распутина? А? Чья икона? Григория Распутина. Да? Покажи она. Да вы что? С младенцем. Вот кто-то мне повесил, уже много лет висит. Среди иконостаса. Ну рядом со Христом, вон маленький это. И вам подхажи ниже. На второй рядом-то. Протяни руку. Володя, рядом с нерукотворным образом Христа. Посмотри. А, ну-ну, я понял. Понял, понял. И кто это сделал? Не знаю. Меня дома не было. Кто-то проник сюда, в комнату, и это... Ну, Надежда Васильевна, кто еще? Ну, я не знаю. Я еще буду... Я не стал спрашивать. Висит, значит, висит не мной повешено. Николай, Игнать Ильич, Николай Гурьянов, вот он еще четверть века назад говорил, что Григорий Распутин святой, но он и о царе, Иоанне Грозном тоже говорит, что он святой. Нельзя, не может же он говорить, что об одном истину, а другом ложь. Потому что история говорит. Об Иоанне Грозном как можно сказать? Одна история... Но как история, он прозревал Николай Гурьянов еще там 25, может, 30 лет назад, и тогда никаких документов никто не видел. Но история тогда уже была, в школе изучали. Убийство сына, было или не было? Жития святых уже были написаны. Корнилия Печерского. А этого... Тут уже никак нельзя никуда. Это надо, как патриарх сказал, Алексей Второй, тогда надо все переделывать. Патриарха задушил. Патриарх об этом говорил, когда думали... Задушил же он этого. А? Задушил же он, но не своими руками, но отправил. Кто митрополита убил? Митрополита. Митрополита Филиппа канонизировал, тогда надо из канонизации убрать его. Митрополита, первосвятитель, по сегодняшнему сказать, патриарха. Это зверь был. Шесть бракососчитаний только было. Хотя четвертого брака уже нету. Одно слово не так, все под нож. Ну, он разделил на земщину и оприщину. Разделил страну. А вот он, руководитель хороший был, как Петр Первый. Антихрист. Хороший. И главное, в фильме даже показывает князь Серебряный. Он говорит, ну а как же наш брат, такой-то Филипп, я убил всего две тысячи, а он восемнадцать тысяч варфоломейскую ночь, Гугенотов-то сравнил с чем. До восемнадцать тысяч каждый день абортов. Николай Гурьянов говорил о том, что ему казалось. Он ни одного события из жизни его не поминает. Сказали бы, как рассматривать убийство Филиппа? Ему не было. Я по частям делить буду. Он встречает его и благословляет. Благословляет крестом. Он тоже ему шашкой отрубил и его убил. Берет на руки и понес отпевать. Но это-то мы никуда не можем деть. Это не советская власть писала. Это Дмитрий Ростовский пишет. Нет, тут разные единицы. Он сказал, сказал, давай сбросим, чтобы не было сомнений. Ничего нет, никакого Николая Гурьянова не было. Но был Григорий Распутин. Единственный человек, который удерживал. Россия в 30-м году уже была бы на первом месте во всем мире по развитию и по всему. Не суждено было быть. И все этот царь Николай взвалил на себя. Объединит. Взял на себя верховное главнокомандующее. Ну и что получилось? А он говорил, папа, не надо, не надо. Замеряй. Мировая война кончилась бы. Главное, это катализатор-то. Россия была. Не Германия начала войну, а Россия. Воевали-то на австрийской территории. Так если бы Россия тогда пошла на такие высоты, то антихрист давно бы уже в мире был бы. Это же наоборот, что вот Россию втаптывают в грязь, она является удерживающей как бы приходу-то антихриста. Удерживающей. в грязь. Посмотрите, где сейчас Европа находится. А это случилось бы еще раньше, если бы Россия тогда, если бы царя не убили, что же где, что же туда с нами было, уже бы просветание, это давно бы уже все. Ну, предположить, что бы было, когда бы царь, царь бы был верующий, если бы, настоящий-то верующий, а не курака не курил. Тогда и вопрос был бы другой. Мы говорим... Ни моряка, ни куряка. Да. Он, я солдат до гробовой доски. Ну, вот и получилось. Он полковник был. Не положено это было воевать. Он его мобилизацию начал делать, он в больнице лежал, он год провалялся в больнице, когда его хиони это зарезало было, Григория это. Я там был в его месте, в его Покровском. Он оттуда телеграммой долбил его царя, папа, не начинай мобилизацию. Ему Вильгельм говорил, брат родной, не делай этого, не делай. Царь никак. Он разжег войну и сам сгорел в ней. Тут по частям если все разбирать, а если бы так, а Россия была бы, пришел, Антихрист, да Бог его знает, пришел, не пришел. По крайней мере, Гитлер не пришел бы. И тогда было бы русских сегодня минимум 650 миллионов. Не боялись бы там ни ИГИЛа, никого. 650. Полмиллиарда сожрали демоны. Тут вопрос не в Гитлере, а в развитии технологий. С развития технологий они ускоряют приход Антихриста. Все так, технология, технология. Только я никак не пойму, почему падение России способствовало ускорению развития технологий. Чему содействовало? Она наоборот замедлила ускорение технологий. Ну то есть замедлила в чем, Европа-то с Америкой они развивались своим чередом, а Россия-то отстала и во времена сталинского железного занавеса Россия на сколько отстала, на сто лет отстала от Европы. Вот это мы нагонялись в 90-х годов, начали только нагонять. Сереженька, дорогой, да тут удерживающая десница Божия, она только во всем правит. Так я и говорю, что Господь так распорядился. Да, да, да. Мы просто рассуждаем, мы ничего не меняем и то другое. Была бы техника, она семимильными шагами шагала Россия. Ну, предполагаем, что и были бы люди крепкие, верующие. Сейчас мы видим, что семимильными шагами мы движемся в направлении этом, приближая приход Антихриста. Подтянут Россию, найдут средства. Он уже сейчас за какой-то месяц. Я был в Питере, в Москве, приехал в Барнауле, в трамвае, в троллейбусе, электронная оплата проезда, пожалуйста. А все уже близко к тому, чтобы ликвидировать наличную денежность. У меня матушка пошла в этот Сбербанк оплатить за квартиру там эти коммунальные услуги и говорит, уже требуют оплаты с картой, уже наличные не принимают. Говорят, чтобы платили. А это же о чем? Говорят, что грядет отмена наличных денег. Так что там не пожалеет денег, дядюшка Сэм, на то, чтобы нас подтянуть к этому общему уровню. А он, я вот смотрел, я эмоционистически скинул Трамп до последнего его выступления. Он хочет разорвать вот эти отношения России с Китаем и чтобы подтянуть Россию в отношениях с Америкой. То есть, чтобы Россия как бы дружбу прекратила с Китаем, а с Америкой улучшила, усилила. Вот. А к чему это все делается? следом будет Китай под брюхи наше. Он делами-то и впорит нам в брюхо. Они давно рисуют карту до Урала уже, их территория. Ну, вот, и пожалуйста, они сейчас с Трампом и замутят новый мировой порядок. Он, Трамп, какой он рьяный, резвый какой, он сейчас быстро все его вопросы решит. И санкции отменит, и все, и дружбу наладит. Будем молиться, только, чтобы Господь еще не отнял свою удерживающую десницу. А уж как же Господь распорядится, не нам судить? Ну, Господь сказал, что ради десяти. Даже если в десятером останемся, даже на десятерых надеяться можно. Что же, а нас не десятер, а нас по миру-то еще ого-го-го. Ну, десять, это было в отношении Ниневии, а не вообще России или других стран? Почему Ниневии? А? Да я понял. Да слышно ему. Сереж, слышно же? Да, Хорошо. Слышно. Ну, что там его у вас еще интересует? Ну, ты уже устал, наверное, Сереж, давай отдыхай. Я уж сутки не сплю, сейчас жду, ложиться спать. Отдыхай, дорогой, хватит, мы уже. Я рад, что тебя увидел. Это Игнат Тих только инициативу проявил. Я говорю, я уже измучился, не знаю, что думать, как там у Сережи дела, как уехал, и не могу до него никак достучаться. Я ему написал, послал ничего не ответил. Я не знаю, это, может, я пропустил там сейчас. Я уже думал, что чем-то тебя обидел в своем присутствии, когда был у тебя, или что-то сказал не так. Так что уж простите ради предстоит. Диктор Андреевич, я обиды, какие-то обиды, вы что, не приведи Господь, обижаться или кого-то обижать, и для меня это страшное дело, и я, наоборот, стараюсь зализывать за собой все следы. Но я не обижался, если закончить. Я вот тоже это же пытаюсь сделать. Спаси тебя, Христос, дорогой, отдыхай. Мы уже будем прощаться. Ну все, с Богом. С Богом, Сергей, рады. С Богом, братец. С Богом. Татьяна Вильевича, поклон. Спаси, Христос. Слава Христосу. Не забудьте свое. Сумка, сумка, Виктор Андреевич. сумка ваша. Что, все? Идать хочу. Все, все. Спасибо.